Он неподъемный. Просто неподъемный. Бетонного Сталина сотрудники Центра общественных объединений Бийска нашли случайно, когда начали наводить порядок на своей территории. Изначально были уверены, что это просто кусок плиты. Вот на этом самом месте был найден бюст Сталина. Здесь оставалась балка от старого пристроя. Мы ее решили поднять, чтобы разровнять потом территорию. Из-под нее показался небольшой кусочек, как нам показалось, изначально плиты бетонной. Когда начали раскапывать, то есть вот с этой стороны мы увидели голову. Ну и, собственно, начали все это выкапывать. Когда достали, увидели, что это такая ценная находка. Ориентировочно бюст Сталина пролежал в земле больше полувека. Предположительно, его спрятали, когда развенчали культ личности вождя. В то время еще было очень много таких, ну, в общем-то, настоящих сталинистов, то есть которые были поклонниками Сталина и оставались до конца жизни. И, скорее всего, кто-то из таких вот людей мог, вот как в свое время спрятали, зарывали православные иконы, спрятать также в земле и вот своего кумира. То есть надеясь, что когда-нибудь придет время и, как говорится, Сталин снова будет в тренде. Найденный под землей бюст бывшего вождя народа хорошо сохранился и практически не поврежден. На удивление проработаны все вот части, уши, погоны, да, то есть все вот прищур, брови. Ну, то есть в замечательном состоянии сохранился. В ближайшее время скульптуру перевезут в музей. Историки постараются выяснить, когда бюст был выполнен и где размещался в Бийске. Найти в интернете что-то похожее на этот бюст мы не смогли. Все чем-то да отличаются. Да, кстати, цена бетонного Сталина в антикварных магазинах доходит до 300 тысяч рублей. Однако бийскую находку продавать с молотка никто не собирается. У нас очень много Ленина, у нас бюсты Ленина есть, есть и портреты Ленина. А Сталина, к сожалению, бюста нет Сталина. Поэтому мы сейчас занимаемся реконструкцией экспозиции вот как раз к Победе. Процесс этот идет. И я думаю, этот бюст займет там самое такое яркое место. Кроме того, свое место в экспозиции музея займет и бесциферблатный телефон советских времен. Его тоже откопали на месте бывшей хозпостройки. Работы по благоустройству не заканчиваются. Возможно, что сотрудникам Центра общественных объединений удастся найти что-то еще не менее ценное. Евгений Плохотин, Сергей Кулыгин. День с толком. День с толком.